Девушки отдыхают В местах современного метрополиса расположен древний дворец. Он настолько огромен, что уже сам по себе является городом. Одно его название вызывает трепет и страх. Запретный город. 250 акров уединенной роскоши. 800 строений, 10 тысяч комнат. На протяжении пяти веков он служил домом для двух династий и 24 императоров. Он был запрещен для всех, за исключением их и их двора. Даже в наши дни вход в его комнаты строго запрещен. Секретный мир, который процветал здесь, остается загадкой до наших дней. Запретный город захватывает воображение из-за загадок, окружающих его. То, чего мы не знаем о жизни императоров, наложниц и евнухов, должно быть было впечатляюще. Полагаю, это было то, как мы представляли бы себе Голливуд, Нью-Йорк, Палм-Бич и Говард Хьюз в одном флаконе. Какие секреты скрываются за этими запретными стенами? Какие тайны, сплетни об интригах, убийствах и хаосе рождались здесь? Каждому, кому удавалось посягнуть на эти древние загадки, ждала ужасная смерть. Проходите через ворота времени, где некогда ожидали смерти, и мы откроем неуловимые секреты запретного города. Запретный город. Династия и судьба. Действие первое. За стенами. 3 декабря 1908 года. Двухлетний мальчик проснулся всемогущим правителем 300 миллионов подданных. Даже несмотря на ранний возраст, его власть была абсолютной. Его звали Пу-И, последний император Китая. Его окружало великолепие запретного города. В глазах ребенка это было непомерно пышное зрелище блеска и красок. Когда я думаю о моем детстве, голову заполняет желтый туман. Все было желтым. Этот цвет использовался исключительно императорским домом и заставлял меня с детства чувствовать свою божественную природу, отличающуюся от природы всех остальных. Пу-И, последний император Китая. Запретный город таким, каким его знал Пу-И, исчез навсегда. Жителям Китая, которым запрещали проходить через эти ворота пять веков, теперь оказывают здесь радушный прием. Они ищут ответы на те же загадочные вопросы, которые задавали их предки. Что произошло за этими стенами? Являются ли старые слухи о непревзойденной страсти и своей нраве и правдой? Где сокровища, которые, как говорили, исчезли из дворцового хранилища? Скрывается ли правда за легендой, что на последнюю правящую семью, жившую здесь, было наложено проклятие? На протяжении пяти веков запретный город оставался столь же далеким от внешнего мира, как самая далекая звезда. Одно точно, здесь была сосредоточена невероятная власть. Думаю, китайцы, западные ученые и среднестатистические туристы очарованы запретным городом... Мишель Найлон, Пристонский университет. ...потому что нам трудно представить, как такая мощная власть могла концентрироваться в одном месте. Думаю, мы также очарованы всем тем, чего не знаем. И поэтому воображение может рисовать тайны вокруг дворцовой жизни. Перед нами знаменитый дворец императоров. В наши дни любопытные могут свободно рассматривать здесь все. Однако еще не так давно ступить сюда означало навлечь на себя смерть. Но даже учитывая это, соблазн неизвестности для некоторых был слишком велик, чтобы ему сопротивляться. Судьба одного незваного гостя стала мрачным напоминанием для всех, кто дерзнет последовать его примеру. Нарушитель – безработный повар. Его план – убить императора. Незамеченный дворцовой охраной, он преодолевает стену. Дворцовые красоты, которые он увидел, заставили его испытать благоговейный трепет. Благодаря хитрости и везению он шаг за шагом продвигался к своей цели. Но прежде чем его меч смог нанести удар, императорские стражи схватили его. Когда его попросили рассказать о себе, он говорил довольно бессвязно, но рассказывал о разочаровании в жизни, в нищете, прямо перед стенами роскошного, запретного города. Тогда его спросили, если ты разочаровался, почему не покончил с жизнью самоубийством, зачем проник на секретную территорию? И он ответил, а что хорошего принесло бы самоубийство? Я мог бы войти в историю, если бы мне удалось прорваться через стены запретного города? Как и все остальные, незаконно вторгшись на территорию, повар был приговорен к смерти. Стандартная форма казни – варварский кошмар, метко названный «смерть от тысячи порезов». Идея заключалась в том, чтобы отсекать от тела один за одним маленькие кусочки плоти, оставляя внутренние органы функционировать как можно дольше, так, чтобы человек чувствовал потерю каждого кусочка. Почему наказание за вторжение было таким суровым? Ответ, возможно, заключался в том, что запретный город считался в высшей степени священным. С домом императоров не могло быть иначе. Для народа Китайской империи император был божественным созданием – сыном неба. Он – центр вселенной, в котором соединяются божество и человеческий род. Китайцы верили, что его дворец был центром всего сущего. Это центр китайского мира. Это центр всей вселенной, поскольку здесь находится сын неба. И в значительной степени эта атмосфера все еще присутствует там. Фредерик Уэйкман, профессор Калифорнийский университет в Беркли. Когда видишь запретный город, видишь китайских императоров, видишь императорскую власть. Визуальное воздействие запретного города отчасти связано с его значительными размерами. Величественный центр – зал высшей гармонии. За 45 минут до рассвета император должен был восходить на свой величественный трон. Как символ безграничной власти, это место обозначало центр запретного города. Здесь одним кивком головы император мог решить судьбу миллионов. Чтобы насладиться спокойствием, он удалялся в сад долголетия. Эта беседка должна быть служила любимым убежищем императора и его гостей. Чаши с вином плавали по этому извилистому водному каналу. Когда кубок останавливался, традиция требовала ближайшего к ней человека сочинить стихотворение. Если стихотворение не получалось, чтобы доставить удовольствие императору, назначалось нестрогое наказание – выпить все вино одним залпом. В зале духовного развития император отдыхал в своей спальне. По его приказу к нему приводили наложницу. Но даже здесь частная жизнь императора не принадлежала полностью ему. Слуга Евнух всегда был рядом. Каждый шаг императора, даже интимная близость, официально фиксировался. Мы знаем, что Евнухи приводили наложницу на ночь, оставляли ее с императором, а затем аккуратно записывали время полового сношения, сколько раз и все остальное для хранившихся архивных записей. Такие архивные записи являются ключом для современных ученых. Постепенно запретный город начинает раскрывать свои секреты. Как все это началось? Кто задумал и построил запретный город? Вскоре мы узнаем, как чистолюбивый правитель оказался во власти пророческого видения. Чтобы воплотить его, он захватит китайский трон и поработит 500 тысяч крестьян. Действие второе. Черный дракон. Запретный город крупнейшей дворцовой комплекса в мире. Это уникальное сочетание величия и спокойствия. Кто же создал этот грандиозный город? Согласно легенде, он зародился в незабываемом сне одного человека. Этот человек был буддийским монахом 14 века, имя которого неизвестно. Однажды ночью ему приснился такой ясный сон, что он даже не был уверен, что спал. В этом сне он пристально вглядывался в мрачную темноту, которая вдруг наполнилась слепящей красотой. Перед его глазами возник восхитительный город. Видение оставило неизгладимый след в памяти монаха. На рубеже 15 века, как говорят, монах рассказал о своем сне одной из самых прославленных личностей Китая. Его звали Юн Ле. Его меткое прозвище – Черный дракон. Он был жестоким, но выдающимся представителем императорской семьи, исполненным амбицией, который задумал захватить трон. Одержимый сном монаха, Юн Ле приступил к выполнению смелой миссии по его воплощению. В 1402 году Юн Ле со своими мятежными войнами захватил столицу Китая – Нанкин. Они победили императорскую армию и вынудили императора бежать. Черный дракон дерзнул провозгласить себя новым правителем Китая. Приоритетной задачей для него было строительство великолепного города-монаха. Но существовал ли этот монах в действительности? Может ли одержимость Юн Ле иметь более земное объяснение? Морис Рассави – городской университет Нью-Йорка. Чтобы отвлечь внимание от того факта, что он не является законным наследником, он вынужден был начинать впечатляющие проекты разного рода, чтобы убедить народные массы Китая, что в действительности он законный правитель. Был ли запретный город стратегией Юн Ле, направленной на завоевание признания, которое было ему необходимо? Китай – Нанкин. Первым пунктом в его планах стоял выбор места строительства. Он выбрал Пекин и объявил его новой столицей. Пекин – новая столица. В 1404 году Юн Ле начинает мобилизовывать необходимую ему рабочую силу и ресурсы. Со времен сооружений Великой Китайской стены за 1600 лет до этого Китай не видел такого грандиозного строительства. Материалы для строительства города были рассредоточены по всему Китаю. Это был один из самых грандиозных проектов, когда-либо имевших место в Китае. Организация снабжения этого предприятия должна быть была впечатляющей. 500 тысяч рабочих усердно трудились 15 лет над реализацией мечты Юн Ле. Они изготовили 100 миллионов кирпичей, 200 миллионов штук черепицы. Обширные леса провинции Сычуань обеспечивали лучшей древесиной. Сплавляемым по реке деревьям требовалось целых 4 года, чтобы достичь Пекина. С каменоломней в отдаленных холмах поставляли прекрасный мрамор. Самый большой цельный кусок — это резная дорожка. 15 метров в длину и 3 в ширину. Он весит 200 тонн. Он настолько огромный, что рабочие Юн Ле должно быть доставляли его сюда зимой, передвигая по созданной природой дороги изо льда. А в это время, где-то в другом месте земного шара, мастера, представляющие другие культуры, с головой ушли в работу над своими собственными монументальными произведениями. В Португалии моряки отправляются исследовать побережье Африки. 1420 год нашей эры. Хронология. В Перу инки подгоняют друг к другу огромные каменные блоки, строго следя за деталями. А в Нигерии мастера царства Эдо совершенствуют искусство литья бронзы. В 1424 году запретный город был почти завершен. В глазах Юн Ле и всех остальных он обладал необыкновенной красотой, достойной Сына Неба. Но по жестокой иронии, Черный Дракон так никогда и не войдет в завершенный дворец. Незадолго до его завершения он отправился в военный поход в Монголию. Он умер там, так никогда и не увидев свой шедевр во всем его великолепии. Шесть веков спустя он все так же великолепен. Запретный город продолжает оставаться воплощением пророческого видения одного человека и памятником неиссякаемой энергии другого. Архитекторы, проектировавшие его, как говорят, наделили его магическими силами. В наши дни в Пекине архитекторы отправляются в запретный город в поисках вдохновения. Хотя ему уже шесть веков, в определенном смысле он считается образцом современного дизайна. Это венец освещенного веками искусства фэн-шуй. Фэн-шуй – искусство соединения внутреннего оформления со сверхъестественным. В современном Китае большинство людей никогда бы не подумали купить дом, не проконсультировавшись сначала со специалистом по фэн-шуй. О них говорят, что они излучают мистическую энергию под названием ци. Мы должны помнить, что в Китае все одушевлено. Все состоит из энергии ци. Так что вещи, которые мы считаем неодушевленными, например, стол или гора, течение реки, могут на самом деле излучать ци. Понятие энергии ци владело умами азиатских архитекторов на протяжении веков. Их задача – построить сооружения, в которых бы эта важная жизненная сила текла наиболее гармонично. Считается, что если ци направлена эффективно, это окажет положительное влияние на людей, живущих и работающих здесь. 600 лет назад запретный город поставил перед мастерами фэн-шуй величайшую задачу. Смогут ли они спроектировать дворец, гармония которого была бы достойна Сына Неба? Эта высокая цель заставила их преобразовать весь пейзаж. Фэн-шуй – идеальное местоположение, когда горы сзади, а Пекин – нерельефный. Он расположен на северной оконечности Великой Китайской равнины. Им необходимо было соорудить гору за императорским дворцом, и они сделали это и назвали ее «угольный холм». Возвышающийся вдали угольный холм вселяет уверенность, что положительная энергия ци не смогла бы обойти запретный город стороной. Как считается, большая часть энергии в искусственно созданной Золотой реке. Ее воду были спроектированы так, чтобы течь медленно, и чтобы энергия ци никогда не выходила из берегов. Здесь каждая деталь замысла отражает глубокий интерес к направлению невидимых космических сил. Запретный город остается шедевром Фэн-шуй. Но силы гармонии природы, пронизывающей здесь все, очень хрупкие. Их легко разрушить людскими распрями. В один исторический день 1644 года здесь воцарится полный хаос. С заходом солнца могущественная династия Мин будет свергнута. Беда была результатом потакания собственным желанием императоров Мин. На протяжении 200 лет они вели праздный образ жизни, вводя непомерные налоги. Неизбежно доведенные до нищеты китайские народные массы выступили с протестами. В Пекине хватили беспорядки. Многочисленные силы повстанцев двинулись в направлении запретного города. Когда слух об этом дошел до императора, он понял, что пришел конец. Пока он сидел и раздумывал об этом, он начал пить и пил все больше, пока, наконец, опьянев, не решил, что убьет своих женщин, чтобы спасти их от развратных рук повстанцев. Он пытался сделать это, но безуспешно. На самом деле, он отрезал руку одной из своих дочерей. Хотя, и обезумев от паники, император все же собрался с мыслями, чтобы написать последнее послание. Мои добродетели невелики, и поэтому я навлек на себя гнев небес. Чонг Чен, последний император династии Мин. Когда восставшие достигли дворцовых ворот, император взобрался на угольный холм, также известный как холм прекрасного вида, чтобы полностью увидеть масштабы катастрофы. Памела Кроссли, преподаватель истории Дармуртский колледж. Удивительная ирония, поскольку в тех случаях, когда предписывала традиции, императоры всегда должны были подниматься на холм прекрасного вида, чтобы наблюдать за царством и, так сказать, оценивать мир и благосостояние народа. Но в данном случае император взошел на холм прекрасного вида, действительно, чтобы увидеть падение столицы от рук повстанцев. На этом месте подавленный император повесился на дереве. С его смертью пришел конец могущественной династии. Но запретный город будет жить дальше, как центр власти другой династии – Цин. И все же считалось, что императоры династии Цин вынуждены были жить в страхе из-за проклятия, наложенного сразу после начала их правления. В 1912 году, как мы увидим дальше, возможно, именно из-за проклятия власть Цин пала. Но до этого решающего дня эти стены будут скрывать бесчисленные рассказы о хаосе и порочности. Основные участники – кастрированные слуги-евнухи. Далее мы узнаем, как евнухи подожгли запретный город. Их мотив – скрыть то, что, возможно, было самой впечатляющей кражей 20-го века. Действие третье. Секреты города. На протяжении пяти веков крестьяне, заглядываясь на эти высокие стены, задавались вопросами, которые остаются до сих пор. Что происходило в запретном городе? Какие необычные тайны скрывали от них? До последних десятилетий жители Китая не знали ничего, кроме того, кто здесь обитал. Императоры, наложницы и их слуги-евнухи. Но теперь ученые собрали воедино невероятные факты. Самыми прекрасными актерами этой тайной драмы являются наложницы. Их единственное предназначение – дарить императору необузданное блаженство. Бесподобная роскошь ждала любую девушку, попавшую в горе. Каждые три года сотни кандидаток представляли себя императорскому двору. Довольно интересно, что зачастую, скорее, женщины при дворе, а не сами императоры, оценивали и решали, кому стать наложницей. Одна история гласит, например, что часто с ними целую ночь спала наложница, чтобы определить, не храпят ли они по ночам, иначе это помешает сну императора. Добившиеся места в запретном городе, наложницы потакали так, как ей не снилось. Но для многих дворец становился тюрьмой. Когда ее молодость и красота увидала, она была обречена на одиночество. К ней, разделившей ложи с сыном неба, никогда больше не сможет прикоснуться другой мужчина. Здесь, в саду обездоленных фавориток, она бесцельно бродила. Ее единственным развлечением было считать часы, дни и годы, пока смерть не подарит ей свободу. Но история одной наложницы раскрывает нам, что даже самых молодых и самых красивых часто могла постигнуть трагедия. против своей воли она попала в запретный город в 1746 году. Она была трофеем последнего военного вторжения в Центральную Азию. История не сохранила ее имени, но она пользовалась такими обольстительными духами, что стала известна как благоухающая наложница. Когда император Цань Лун первым положил на нее глаз, то сразу же попал под ее обаяние. Благоухающая наложница, однако, отказалась принять его ухаживание. Это лишь подстегнуло страсть императора, но вызвало гнев его матери, императрицы, Цесси. Он попытался соблазнить ее множеством способов, но она не сдавалась. Николай Ди Космо, доцент, Гарвардский университет. В конечном итоге, из-за ее упрямства, императрица Цесси обязала ее или уступить, или умереть. Благоухающая наложница мужественно стояла на своем. Императрица Цесси приказала казнить ее. Услышав новость, император бросился спасать ее, но слишком поздно. Он обнаружил ее тело, висящее на балке на шелковой веревке. Что было дальше, неизвестно, но некоторые верят, что император, сердце которого было разбито, похоронил ее в тайном месте в запретном городе. Лежит ли благоухающая наложница где-то под землей на территории дворца? Секрет места захоронения должно быть был доверен самым таинственным обитателям запретного города Евдуха. Они служили охраной, прислугой и шпионами в гареме. На протяжении веков они были незаменимыми. Во дворце одновременно жило три тысячи евнухов. Численность евнухов, я полагаю, вероятно, самый поразительный фактор, когда задумываешься о том, как функционировал дворец. И на самом деле процветала практика кастрации, которая позволяла мужчинам удалять их половые органы, а затем идти работать во дворец. Соблазны запретного города привлекали тысячи человек в пекинские клиники евнухов. Там их подвергали варварской операции. Лишь таким образом можно было доказать свою преданность императору. Очевидно, молодого человека заставляли выкурить опиум в качестве обезболивающего. Он садился в кресло с отверстием. И, наконец, хирург отрезал яички одним ударом острого ножа. Лишь очень немногие выживали после этой операции. Около 50% выживали. Многие умирали от шока, кровоизлияния или инфекции. Зачем, кому бы то ни было, нужно было рисковать умереть такой мучительной смертью лишь для того, чтобы провести остаток жизни в качестве искалеченного слуги? Стать евнухом было способом получить власть и богатство, так сказать, урезать свой путь к вершине. Некоторые из евнухов получали значительное вознаграждение за свое положение при дворе. Некоторые становились самыми богатыми среди богачей Китая. Богатство, которым могли овладеть евнухи, ограничивалось лишь их амбициями и хитростью. Их постоянные планы превращали запретный город в плавильный котел конспирации и интриг. Могли ли евнухи быть ответственными за одну из самых известных краж этого столетия? В 1923 году катастрофический пожар неизвестного происхождения уничтожил императорское хранилище. Тысячи бесценных сокровищ были утрачены. золотые статуэтки, мебель ручной работы, инкрустированная драгоценными камнями, огромный гардероб шелковых платьев, которые носили сами императоры. Но исчезли ли они из-за пожара или из-за кражи? Появились обвинения в том, что евнухи сознательно устроили пожар. Их мотив уничтожит свидетельство того, что они полвека обкрадывали хранилище. Действительно ли евнухи совершили поджог? Если так, что стало с бесценными сокровищами, которые они украли? Были фрагменты, которые вывезли, перевезли в Европу, США, некоторые в Японию, многие на Тайвань. Некоторые из них оказались на дне моря в кораблях, затонувших при попытке вывести сокровища. Очень сложно суметь восстановить, насколько значительными были эти сокровища, сколько они стоили, даже что в них входило. Масштаб преступления евнухов невозможно оценить. Прославленные размеры запретного города остаются ключевым фактором его таинственности в сохранившейся долгое время. Тайный мир, процветавший здесь, просуществовал пять столетий. Но на заре 20 века он погрузился во мрак. что привело к такому трагическому концу. Далее мы узнаем, как умирающий воин наложил проклятие на новую правящую династию Китая. Проклятие, которое повлечет за собой гибель запретного города. Действие четвертое. В 1644 году Китай стал свидетелем наступления новой эры. Власть над страной переходит к новой правящей семье. Их назовут династия Цин. И как и императоры династии Мин, до них они распоряжаются властью за стенами запретного города. Их правление продлилось до 20 века. Но им уготован был трагический конец. По легенде, их гибель была результатом трехсотлетнего проклятия. Пекин, Китай, Нанкин. Проклятие было наложено в 1619 году. В то время племена Манчжуров, которые скоро установят режим Цин, были вовлечены в войну. Их враг, племя под названием Эхэ, во главе с дерзким воином, князем Циндзяном. Когда они атаковали этого соседствующего с ними князя, он отказался выйти из своей укрепленной башни, и они подожгли ее. И пока пламя окружало их, он, как рассказывают, выкрикнул проклятие. Ваш род падет из-за рода Эхэ. Князь точно указал, что инструментом его проклятия станет женщина его племени. Было ли это пустой угрозой или истинным пророчеством гибели? Маньчжурские императоры династии Циндзян решили не испытывать судьбу. На протяжении двухсот лет они сознательно не брали в наложницы женщин из племени Эхэ. Их осторожность была вознаграждена, династия процветала. Но в 1853 году память о проклятии начала стираться. 17-летняя девушка из племени Эхэ была допущена в императорский гарем. Ее звали Циси. За безобидной внешностью скрывалась безжалостная, жадная и коварная женщина. Спустя три года после прибытия в запретный город она начала захватывать власть, которой так жаждала. Одно важное свершение сделало это возможным. Циси родила императору его единственного сына. С такой позиции силы, родив сына и продолжив семейную линию, она продвинула вперед сама себя, став императрицей путем разных хитростей, интриг и обмана. Обладая бесподобным даром политического маневрирования, Циси становится самой могущественной фигурой в Китае. Следующие полвека она будет диктовать свою волю через юных правителей, бывших никим иным, как ее марионетками. В Китае не предполагалось, что женщина может править, поэтому Циси всегда приходилось править, создавая видимость, что она действует просто как регент, пока ее сыновья императоры не станут достаточно компетентными, чтобы принять на себя бразды правления. Все, что волновало Циси, были лишь ее собственная власть и желание. Ее расточительность убеждала многих, что проклятие начинает действовать. При ее правлении Китай переживает неизменный пагубный спад. К 1908 году анархия и революция охватывают страну. На смертном Адреу Циси был один последний шанс спасти империю, назвав достойного наследника трона. Но она выбрала своего двухлетнего племянника Пуи в тщетной попытке сохранить власть. Четыре года спустя империя развалилась. Было ли это результатом неспособности Китая справиться со стремительными переменами современного мира? Или это было исполнением зловещего проклятия? как бы то ни было многовековой славе запретного города пришел конец. Но должно было разыграться еще одно последнее трагическое действие. Ведущий актер Пуи последний император. Семь лет его вынудили отречься, но позволили жить в запретном городе до 1925 года. В 19 он отправляется в изгнание в Маньчжурию. В 30-е годы 20-го века вторгшиеся японские силы делают его правителем марионеточного правительства. в 1945 году он захвачен советскими войсками и сослан в Сибирь. 15 лет спустя он возвращается в Пекин. Человек, которого некогда считали живым богом, закончил свои дни скромным садовником. Он умер в безвестности в 1967 году. Его бывший дом и дом 23 предшествовавших ему императоров открыт публике с 1949 года. Китайцы, которым запрещено было проходить через эти ворота пять веков, получают удовольствие, изучая его красоты. Но даже теперь посещать некоторые комнаты в императорском городе строго запрещено. Внутри находится самое могущественное руководство коммунистического Китая. Я помню первое посещение Пекина в начале 70-х. Иду вниз по улице и даже не представляю, в каком я месте Пекина, и вижу ворота с усиленной охраной. Подхожу с безрассудством иностранца и спрашиваю, «А что здесь?» А охранник смотрит и говорит, «Здесь и живет председатель». Это произвело на меня огромное впечатление. от председателя Мао Цзэдуна до Дэн Сяопина запретный город оставался средоточием огромной власти. Такое традиционное ограничение похоже не убавило восхищение китайского народа запретным городом. Его считают символом их богатого наследия. Достаточно парадоксально, что в наши дни народ Китайской Народной Республики гордится запретным городом. Это место, на которое было наложено табу, куда они не могли попасть из поколения в поколение. Но это также красивое, впечатляющее место, которое демонстрирует, на что способен китайский народ. И поэтому оно в значительном мере способствует формированию патриотизма китайцев. Этот предмет гордости насчитывает пять веков. Однако, как ни печально, дни запретного города похоже сочтены. Причина сильное загрязнение Пекина, разрушительное воздействие времени и нехватка средств на восстановление. Я была поражена опытом, который получила, работая в Пекине, потому что каждый день работа персонала частично заключалась в том, чтобы вычищать маленькие кусочки стен запретного города, отвалившиеся за ночь, выметать их и выкидывать. Будущее запретного города, как жемчужины архитектуры, в лучшем случае неопределенно. Даже если запретный город однажды перестанет существовать, его загадка останется. в том, что неопределенно. В том, неопределенно. Вероятные тайны императоры, евнухи и наложницы унесли с собой в могилу. Ответы на эти вопросы недостижимы для нас, унесенные ветрами истории. С этой точки зрения этот город все еще запретен для нас. Исполнительный продюсер Брэм Рус. Продюсер Рон Нельсон. Композитор Вон Джонсон. Операторы Дэвид Делария, Том Пэйн, Дэвид Шарблс, Пол Саттон. Фильм, переведенный и озвучен на производственной базе ТПО Ред Медиа. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова